В Могилёшине проходить международный пленэр в образ разимы в выявленном мастатстве. По традиции, с початку мастаки працывали в российском майонку Поленова. Другая часть пленэра проходить в Могилёшской области. Сё лета обранный Славгород, где намаганиями мясцовых энтузиастов с небыти вернули имя славутого мастака Фёдора Тулава. Урочистая открытия пленэра прошла в Славгородском краезнавчем музее. На бутынку музея была урочистая усталявана памятная дожка Фёдора Тулаву. Имя славутого мастака литерально вернули из небытия мясцовые краезнавцы. Художник 14-го класса Академии художеств Санкт-Петербурга, который рисовал портреты не только, скажем, именитых людей. Одна из выдающихся его работ – это работа Александра Ивановича Маркова, губернатора Могилёвской губернии. Удельники пленэра наведали мухилки Фёдора Тулова. Познайомилися со Славгородом. После расселения по Агросадибах принялися за працу. 18 мастаков из Армении, Израиля, Сербии, Китая, России, Эстонии и Беларуси будут працевать над картинами до 4-го червеня. Я здесь делаю наброски определенных отдельных мест. А потом уже в мастерской или где буду работать, там я уже композицию, она у меня в голове. И все эти наброски, они помогают. Художник счастлив, он как бы, ну, всегда счастлив, когда работает. Урочистое закрытьё пленэра и открытьё выставы по ягу выниках пройдут у Могилёвским мастацким музея имя Паула Масленникова у понеделок 6-го червеня. По традиции частку написанных творов мастаки передадуть удар музеям Могилёвщины. Татьяна Дмитриева, Николай Соболев, Новиниргийон.